Прекрасный тунец, какой красавец. Хороший экземпляр. Посмотри, какие полоски на спине. Такого же размера, как и предыдущий, как две капли воды, Билл. И на том же самом месте. Спасибо, Трэвис, отличная рыбалка, спасибо большое. Всегда рад. Прекрасное завершение дня. Да, удачный был день, замечательный день, Трэвис. Вернувшись на плавучую базу, именуемую местными жителями не иначе, как баржа, Гай и Билл предложили капитану Жею Гастину переименовать ее в Панамский рай. Что вы готовите? Морского окуня. Морской окунь. Чудесно. Следующим утром их вновь ждала встреча с тунцом. Но на этот раз им пришлось добираться до места целых пять часов. Их встретил главный морской биолог Американской лаборатории по изучению тунца в Панаме Вернскоули. Лаборатория была создана с целью более глубокого изучения процесса размножения тунца. Они уже привыкли к условиям кормежки и... да, вы это увидите. И количество пищи, да. То есть количество выдаваемого корма постоянно? Да, как только мы подойдем ближе к резервуару и они увидят людей, то сразу подплывут к вам. Правда? Как здорово. А чем вы их кормите? В основном в их рационе кальмары, тихоокеанские кальмары и иногда сельдь. И все это вы ловите сами здесь, да? Да, кое-что ловится здесь, кое-что мы импортируем. А откуда вы берете соленую воду? Мы закачиваем ее из океана с помощью двух трубопроводов. Насосом мы закачиваем воду из прибрежного района наверх в очистную станцию, а затем подаем ее сюда. Сколько времени понадобилось, прежде чем тунец начал размножаться в неволе? После установки резервуара в июне 1996 года у нас сразу же начали метать икру несколько особей, но это было из-за того, что количество самок изначально было небольшим. А вообще они мечут икру каждый день, за исключением тех дней, когда температура воды в резервуаре падает ниже 24 градусов Цельсия. Ты только посмотри на это. С помощью этого приспособления мы можем за два часа собрать от 100 до 500 тысяч икринок. Если нас не устраивает количество икры, мы можем продуть поверхность и собрать до 2-3 миллионов икринок. Все зависит от целей, которые мы преследуем. Вот эти маленькие икринки больше напоминают песчинки, наверное, размером в миллиметр, даже меньше. Да, меньше миллиметр, затем мы просто берем одну. У катера Гайбилл и Трэвис готовятся к большому улову. Отлично! Превосходная наживка, отлично! Хорошая маленькая рыбка. Какая красивая рыбка! Наживка! Итак, наживляем рыбу на крючок прямо за голову. Билл, мы сделаем заброс примерно на 15-20 метров, и наживка сделает свое дело. Мы только что видели несколько дельфинов. Это хороший знак, значит, и тунец неподалеку. Если хотите найти тунца, ищите прежде всего дельфинов, так как косяки тунца часто плывут под стаями дельфинов. Забрасывайте приманку, ребята, забрасывайте! Удивительно, насколько плотно и взаимодействуют тунцы и дельфины. Что вы имеете в виду под взаимодействием тунца и дельфина? Тунцы всегда следуют за дельфинами. Дельфины способны находить корм, даже не наблюдая его визуально, благодаря наличию эхолокационных сигналов. Тунец же на протяжении эволюции научился использовать эти способности дельфинов в своих целях. Это практически симбиоз двух разных видов организмов. Тунец обычно плывет под стаи дельфинов и своего рода заставляет потенциальную добычу подняться ближе к поверхности. А дельфин способен обнаружить ее на значительном расстоянии. Мы наблюдаем удивительное сотрудничество теплокровного животного и хладнокровной рыбы.